МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер 3. Март. 2014 год. От издателя. Так, тут, видать, я уже даю ему какие-то советы. Это еще в это время работал на телевидении, на первом канале. Что-то такое я там рассказывал. Но подробнее можно познакомиться. Луна рекомендует. Так, март месяц, день Евдокия первая, Тарасия, весна, чем она характеризуется, Великий пост, Вербоносица, день весеннего равнодействия, когда день и ночь равны по продолжительности между собой. Раньше говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы рая, жаворонки, приносят с собой тепло. В этот день весеннего равнодействия на день вербы приходится. К этому времени она распускается, Идет активное сокодвижение. На чем я работаю сейчас? На чем должно быть основываться омоложение и лечение человека, жизненной энергии или жизненный потенциал? Вау! Наконец-таки я опять собираю вот это вот все вместе. Знаете, вот как бы вот это все крутит, крутит. Меня хочется все это дело изложить. Изложить просто ясно, но... Ну, не так-то все это просто. Это должен такой человек в первую очередь знания огромные, энциклопедические, и все это, знаете, вот увидеть, что то, тот материал, этот материал и этот материал как-то соотносится, переплетается, наполняет друг друга, и на основе этого сделать вывод, сделать, обобщить, показать. Это очень дорогого стоит. Основное здоровье, оздоровительные работы, понятие здоровья и болезни, параметры здорового человека. То есть это было, и я сейчас, даже в шестнадцатом году, я это полторил. Вот. Это что? Познавательно-практически я рассказываю про керосин, краткая характеристика керосина. От греческого слуга керос-воск. Керосин отличная вещь, между прочим. очень и очень даже помогает. Так. Так, узнавательно-практически. Значит, керосин входит во многие средства, во многие, значит, прописи. Народный способ лечения ангины очищенным керосином. Я считаю, это одно из самых лучших и простых средств, которые у вас под рукой. Мокнущего лишая лечения керосина. При от артрозов, миозитов, подагра, отложений соли. Значит, посмотрите, берут 50 мл керосина, 50 мл любого подсолнечного масла, 1,4 куска хозяйственного мыла и 1,5 ч.л. соли. Все комбоненты чательно перемешивают до однообразной мази. Далее масло настаивают в тёплом месте от 3 до 5 суток. Перед сном до сухого терять масло в больное место и укутать шерстной ткани для лучшего прогрева. Для хорошего лечебного эффекта достаточно втелить около 1 ч.л. Утром омыть и на тёртое место тёплой водой без милы. Тут какие предостряжения. Ага. Угу. Так. И вот знаете в чём ещё суть? Вот я столкнулся с такой вещью как мышечные желваки. Мышечные желваки, которые расположены вокруг прямо возле позвоночного столба. Эти желваки, когда мышца знаете, вот так она эластичненькая, она ну работает так как надо. а когда появляется желвак, она усыхает и сжимается, 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 да? Многие видели из вас землю, когда она увлажнена, она так ровненько, как только она высыхает, она превращается в корки, лопается, трескается и загибается. Нечто подобное происходит с мышцами и мышцы начинают вот так вот тянуть эти позвонки. Смотрите, если позвонки были так, они их начинают тянуть, усыхая, да? Они приближаются и защемляют и это наблюдается особенно под старость. Так вот, для того, чтобы вот этот желвак распустить, чтобы он ушел, вот такая вот вещь подойдет. Потому что почему я еще вам говорю, что важно знать здесь, там, еще где-то, еще что-то и потом только вот материал пошел, а вы память подсказывает, вот оттуда надо взять, отсюда надо взять, отсюда надо взять и почему это говорю? Потому что создатель Тодик Кампа, Тодик, у него очень сильно болела спина, он не мог ходить, настолько все было зажато, он перемерз будучи на войне под Сталинградом и так далее, там подобное. Делали уколы, образовались инфитраты, инфитраты, это все это там. Вот так он настоял грецкий орех, зеленый грецкий орех на керосине, получился вот такой вот, ну получился такой раствор на 100 этот керосина, и он его начал втирать в эти шишки. Эти шишки разошлись и он стал ходить, то есть все нормально. Тали он это уже использовал и против опухоли, но нас больше интересует не столько опухоли, сколько вот этот вот феномен, чтобы вот эти вот шишки разошлись, не стягивали, а этих шишек ох, огромное количество вокруг суставов, есть суставы черствеют, особенно там, где переходят сухожильные ткани в мышечную, здесь идет черствость, и сустав стягивается, не питается, начинается вот инвалидность, тугоподвижность, если это тазобедренный сустав, вот начинает, пытается его менять, если что-то в спине крутят болты туда, чтобы, знаете, раздвинуть как-то эти позвонки, чтобы они не зажимали, то есть жестко они так-то ходят, так только раз, расперли и все, да и отлично, Константин, вот как раз я и говорю, Тоди Камп чудо-препарат, и я вот разбираю полно, подробной статьи нету нигде, только я взял оттуда, отсюда, оттуда, оттуда, все-то переосмыслил и выдал, то есть не спер, как сейчас делается, с ошибками, не зная, что это, что это там такое, набросали все это там, а там, грубо говоря, принимать по одному грамму, а там может быть написано, я такой встречал, применять по одному килограмму, вообще кошмар, значит, как приготовят его, потом пошли другие разновидности, Тоди Кларк, в чем эта особенность, можно настоять на том, можно настоять на эйс, вот, и вот далее уже пошли отзывы, например, житель Воронежской области Вячеслав Ралдутин пьет керосин в качестве лекарства Это для них что-то такое А наши предки давным-давно пили, и много не надо просто-напросто опускаешь чайную ложечку ручкой Вот сколько на ручку нацеплялось, обрезали и все больше не надо Так, как научиться радости Отличная статья Ну вот на этом газетка и закончилась.